Второго числа в Иркутске прошел Комик-Кон, в котором я принял непосредственно организаторское участие. Правда, выпускаю этот ролик я сейчас, но ведь всем плевать, не правда ли? Мероприятие по иркутским меркам вроде как небольшое, но мне, к сожалению, сравнивать не с чем, потому что... Это мой первый Комик-Кон вообще, в принципе. Помещений было немного, а вот народу на это помещение было дофига. Мероприятие себя представляло просто выставку каких-то прикольных штуковин, интернет-магазинов, гик-магазинов и просто каких-то творческих объединений. Как, допустим, ребята, с которыми приехал я. Компашка, которая занимается игростроением, робототехникой, обучением разным прикольным IT-технологиям, в том числе и школа по движкам, типа Unreal Engine, 3D-моделирование и даже, кстати говоря, там я планирую сам что-нибудь преподавать. Что именно и в какой это будет форме, я пока что сам даже не знаю, потому что, в принципе, я ношу за собой огромный поласт информации. И если вдруг каким-то чудесным образом вы живете в Ангарске, то можете попробовать пробиться ко мне в группу, чтобы лично со мной пообщаться и подхватить какой-нибудь опыт в контент-мейкерстве. В общем, ссылочку в описании я обязательно оставлю. Так, ребята, вкратце, какие впечатления? Чего ждем? Я в предвкушении чего-то грандиозного. Грандиозного? Мы на том были, было весело, ждем того же. Косплеев побольше. Косплеев побольше. Ребят, чего ждем? Комик-кона. Комик-кона ждем? Биона. Биона, привет. Господи, какие все умные, а. Гранд подъемный, а ты приемный. Опа! Да ты ж будущий батл рэпер. Красавчик. Он человек уже бит, он взял, чтобы бить людей, чтобы было место. Как ты будешь бить людей? Вот, нормально, человек готов. Палки? Господь, я даже не хочу знать, зачем эти палки нужны. Ребята тут пришли, что-то смотрят. Тоже, наверное, на Гранд Леона посмотреть пришли. Так вот, мы привезли туда с собой VR, пару игрулек, которые делали наши. К слову, на удивление, это выглядит очень круто. Знавал я некоторых инди-разработчиков, которые лично мне присылали всякую туфту, чтобы я это поснимал. И я это снимал, а тут прям отдельным обзором попахивает. Ну и, конечно, мое любимое. Верстка и создание мерчендайза. Также на местном Комик-коне было большое количество косплеев. Некоторые, кстати, выглядят весьма добротно. Короче говоря, это такая ярмарка, где много-много всякой гиковской тематики. Игры, комиксы, косплей, настольные игры, всякий разнообразный мерч, начиная от наклеек, значков и манги, заканчивая серьезными артбуками и фигурками супергероев, аниме и так далее. В общем, вот такой вот Комик-кон. Народу дофига, духотища, билет, короче, ну очень весело. Да. Самое, что меня поразило, там просто была огроменная очередь. И организаторы, как по мне, просто не рассчитали такой большой наплыв народа. Потому что всех вместить банально не удалось. Но, несмотря на такой большой наплыв народа и относительно этого маленькое помещение, люди не напрягались и просто тусили на улице. Тусили, кстати говоря, не только из-за нехватки места внутри, но и из-за того, что система вентиляции просто-напросто не справлялась со всей этой толпой, и в помещении было очень душно и жарко. Поэтому даже если у вас и было место внутри, то долго там пробыть просто физически было невозможно. Но общее впечатление это все не испортило, потому что настрой был крайне-крайне веселым. Ребята бегали, общались, знакомились, сделали слейфи разного сорта и просто создавали приятную атмосферу общения. Короче, если вы спросите меня, понравилось ли мне это мероприятие, я скажу, что да, конечно, я с радостью пойду на подобное в следующем году. Кстати, помните Юру Ревана, с которым мы проходили Saints Row все абсолютно части? Так вот, он туда приехал со своим косплеем Ведьмака и занял одно из призовых мест, чем я его, конечно, и поздравляю. Я же с большим удовольствием повстречал своих подписчиков, мы пообщались, пофотались, ну и, конечно же, они с руками забрали у меня кружечки и футболочки с изображением моих персонажей из GTA 5 RP сериала. Не знаю, как так получилось, на большую часть выступлений я решил просто банально проигнорировать. И не из-за того, что было душно, а просто то, что мне гораздо больше нравилось тусить с другими ребятами по разным уголкам Комик-Кона. Но кое-какое выступление я посмотрел с радостью. Там был симфонический оркестр, который играл опенинги из аниме. Вот где уж настоящее утонченное искусство. Красота, да и только. В общем, я глазом моргнуть не успел, как все мероприятие уже начало закругляться, а на улице стемнело. И это была неплохая тусня. Поэтому, если что-то подобное будет проходить и в следующем году, я еще раз позову вас, ребят, на сходку прямо туда, прямо на Комик-Ком. Ну а если вы живете в Иркутске или Ангарске, или еще где-то в области, и не попали на мероприятие, не расстраивайтесь, ведь теперь вы в курсе, и не пропустите это добро в следующем году. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на каналчик, ставьте лайк. Скоро будет много приятных роликов. Пока-пока.